Тема у нас такая звучит интригующая Советы и отмирание социалистической демократии Ну, может, она не очень четко сформулирована Потому что здесь, конечно, имеется в виду демократия в узком смысле Демократия как форма государственного устройства На самом деле демократия как власть народа Она, конечно, никуда не денется Власть какая-то будет для координации экономики Для координации производства В конце концов, даже для погашения выступлений отдельных лиц И даже, возможно, целых коллективов Которые в чем-то пойдут против общества Антиобщественной деятельностью будут заниматься Но не будет государства Не будет государства А коль скоро это форма государственного устройства И Ленину говори, а что же, и демократии не будет Да, говорит Ленин, и демократии не будет Имея в виду, опять же, демократию, естественно, как форму государственного устройства А не как что-то там Так что Советы и отмирание социалистического государства Будет правильнее назвать так Ну, на всякий случай Люди сейчас гораздо более грамотные Чем были, скажем, в бытность моей молодости Хотя мы учились вроде как вполне социалистические времена Но и тем не менее, скажем, вопрос А как без государства? Как это такое может быть вообще? И надо вроде бы всячески укреплять социалистическое государство И как-то это, в общем-то, и вопросы государства, демократии Что такое государство, это, в общем-то, у людей вызывало вопросы Значит, на всякий случай, поэтому напомним, что государство Это всего-навсего аппарат подавления и насилия Который служит для удержания эксплуатируемых расов в повиновении Главным образом Как зарождалось государство? По мере того, как росли производительные силы И появлялась способность содержать людей Незанятых непосредственно в добывании пищи Вожди начинали окружать себя специальными Как правило, наиболее физически мощными Подготовленными людьми Которые позволяли им уже, так сказать Осуществлять какие-то элементы насилия над соплеменниками И постепенно, ну, у нас в России, скажем, на территории России Рабовладельческая эпоха как-то прошла немножко мимо нас А вот через какое-то время эти вожди стали князьями И у князя есть дружина И мы как-то воспитаны, в общем-то, на сказаниях Что дружины, князья с дружинами в основном за землю русскую стояли Но дружины эти не только за землю русскую стояли Но они стояли, еще смотрели, чтобы крестьяне, значит, десятину князю А кто десятину князю вовремя не отстегнет Ну, примерно так же, как сейчас, так сказать Всякие там неформальные объединения Если им не запратишь Будут проблемы со здоровьем и так далее Вот, это То есть появилось вот этот Государство началось именно как аппарат принуждений и насилия Сейчас государство коросально разрослось Оно там и пенсии вроде бы как выплачивает И там и обучает, и лечит, и чем только не занимается Но на самом-то деле сущность государства осталась прежней Для того, чтобы организовать общественное здравоохранение Содержать пожилых членов общества Для этого государственный аппарат И машина государственная, которая служит для подавления эксплуатируемых классов А для чего-то там Это, в общем-то, все не нужно И как же вот Ну, а когда Вроде бы тогда А зачем государство, когда Эксплуатируемый класс Рабочий класс Берет вразь в свои руки И начинает И гасит сопротивление Остатков Красов Эксплуататорских И вроде как оно здесь тогда не нужно Вот как будет происходить этот процесс Но сначала давайте все-таки посмотрим Как зарождалось пролетарское государство Первые советы у нас появились на Руси Когда? В 1905 году В Иваново-Вознесенске Откуда у них ноги выросли? Вот откуда вдруг взялись советы? Из обослощных комитетов Из обослощных комитетов Это характерен в первую очередь для России Почему? Вот Россию Ленин называл Срабом-звеном В империалистической цепи А вот в чем была слабость этого звена Как России Именно вот в мировой системе капитализма Тогдашней Как вы думаете? Почему Россия была слабом-звеном? Политической системе можно Политической системе, да? Царизм задержался И революционное движение рабочего класса Здесь совпало С широким движением Мягкобуржуазных сыроев Крестьянских И интеллигенции Против царизма Может быть и в этом Но это так сказать Для того, чтобы Звено было срабом В цепи империализма Для этого надо, чтобы Сильные были сиры Революционные А вот в чем были предпосылки Благоприятные Для развития революции в России Ну это в Германии Не меньше была концентрация Кто? Обнищание Ну обнищание И что? Обнищание Обнищавшие люди У нас эта дискуссия давняя Обнищавшие люди Ничего не сделают Кстати, вот что интересно Революция февральская Началась с Петрограда Она ведь не по всей стране Отнюдь не пошла Она была локальная В Петрограде А в Петрограде были Разве обнищавшие массы? Вот средняя зарплата На Кировском заводе Была около 250 Рублей в месяц В 16-м году И по сравнению С довоенным временем 13-го года Она выросла в 5 раз номинально То есть там было Где-то в среднем 50 рублей в месяц Конечно была инфляция Но инфляция все равно Реальная заработная плата В реальном исчислении Она выросла в 3-4 раза И питерские рабочие Работавшие в основном Оборонку Это Кировский завод Это верфи В том числе и ремонтные Изготавливающие боевые корабли Патронный завод Вот Калинина Капсюльный Трубочный Вернее Трубочный завод Калинина Там капсюли изготавливали Ну Петербург Петроград Было бы Средоточием Промышленных Оборонных предприятий Где люди в общем-то Не бедствовались Стровецкий Оружейный завод Там парни Обеспеченные Люди жили И вот именно Петроград Когда Ну Сейчас это Разные слухи Кто там Организовал Саботаж Тогда Когда начались Проблемы С хлебоподвозом И когда Вот действительно Резко вдруг Обрушилось Это Встали очереди За хлебом Возникла угроза Города То именно Вот Петроград Где люди были Наиболее богатые Во всей России Не вот Серо обнищавшее Не провинции обнищавшие Из которой все соки На войну вытянули А именно Вот относительно Богатый Петроград Впитавший в себя Военные заказы Он вот восстал И Пришли Так сказать К царю его приближенные Сказали Слушай Ну ты давай Ты уже всем надоер Иди 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 отсюда Вот царь пошел Вот И там Верховный Там Верховные Военные Верховные Священнослужители Нацепили красные банты Там И великий князь Нацепил великий бант И вковский экипаж Повел В игрове себя С этим красным бантом По улицам И началась революция И царь Царь ушел куда-то Но это вот Рокально Значит Так вот было Ну Надо сказать Что те Кто пришли Вместо царя Были не лучше его Это вот К вопросу Сейчас тоже много любителей Что пускай-ка Путин уйдет Сразу станет хорошо Вот Но Тут Появились Ввиду того Что все-таки Царь это был царь А на смену его пришла Буржуазная демократия Старовозможным Старовозможная Легальная деятельность Большевиков И это так сказать Уже Даро своей проды Со временем Ну а Что вот было В пятом году На вороне Забастовочного движения А забастовочное движение Кстати Оно Стихийно Развивалось В России Ну буквально С начала 19 века И к концу 20 века Русские рабочие По крайней мере В Петрограде Ну и видимо В Иваново-Вознесенске В Москве Уже имели Значительный опыт Стачной борьбы Хотя эти стачки Зачастую Проходили Достаточно Дико Если вы помните Фильм был очень хороший Такой Бауман И там Господи Выскочила из горовы Как купец Ты этот Его еще Армянин-то играл Который Помогал Большевикам Да Сова Морозов Жалуется Что вот Рабочие Бунтуют У меня уже Два английских Станка Драгостоящих Сломали То есть Такая вот Дикая форма Протеста Но тем не менее Она Была Поэтому Капитали Все равно На капиталистов Она действовала Как-то И опыт Определен Еще раз Забастовочной Борьбы У рабочих Бых И когда На гребне Забастовочной Борьбы 1905 года Иваново Вознесенске Забастовали Практически Все крупные Предприятия То Естественным путем Стар вопрос Об объединении Отдельных Забастовочных Комитетов И о ведении Переговоров Не каждого Забастовочного Комитета С отдельным Капиталистом А всех Со всеми Вот так Возник Ивановский Совет На основе Забастовочных Комитетов Это была Достаточно Уникальная Организация Кстати Средний Возраст Там что-то Было По-моему 26 лет В этом Совете Вот И Хотя Возникла Она Стихийно Но Там Быстро Оказались Большевики Воспользовавшись Ситуацией И в частности Там Очень быстро Была Наражена Партийная Учеба Вот Это Возник Совет Который Взял Под контроль Ситуацию В городе Прекратив Продажу Спиртного И он Там Держался Но Его не то Чтобы Особо Разогнали Но Туда Войска Ввели Но Рабочие Конечно Устали От Трехмесячной Стачки Держался Этот совет Столько Сколько Парижская Коммуна Там Чуть ли Не день В день Там Плюс Минус Один Два Дня Вот И Так Сказать Это Схрынуло Это движение Но Тем не менее И таких Советов Было По России Ну Счет идет Точно Тут Нет Данных Ну По России Имеется По царской России Вот И была Я вот Когда Был На юге Там Видят Книг Очень Хорошие Советы На Украине На Украине Было Довольно Много Советов Во всей Царской России Были Созданы Советы И Эта Форма Она Осталась В памяти Народной И Когда Улетучилось Самодержавие То Советы Опять же Стали Выступать Стали Возрождаться Но Возрождались Они Не на забастовочной Борьбе Уже Во многом А во многом О деятельности Партии Так Петроградский Совет 17-го Года Кстати Кто Был его Председателем Первым Керенский Да Вот Это самое Туда Избирали Не только От предприятий Но и От партий Это Барсовет Так сказать Созданный Как бы Сверху Они Советы Эти были Как бы Общественные Организации Вообще Страна Тогда Замерла В ожидании Созыва Учредительного Собрания Созыв Учредительного Собрания Был Требованием Большевиков Как Форма Перехода К буржуазной Демократии Еще с Первой Русской Революции А может даже С более ранних Времен И вот Ждали Созыв Учредительное Собрание Которое Так сказать Как тогда Люди Определенной Наивностью Обрадали Они Выберут Государственное Устройство России Сначала Надо Выбрать Лучших Людей Они Соберутся Люди Умные Выработают Государственные Строй России Все Законы Конституцию И так далее И заживем Ну а пока Значит Временное Правительство Чтобы как-то Опору В массах Иметь Оно Стало Создавать Эти Советы Советы Эти были Сыроменьшевистские Во многом Потому что Ну Правительство Было Сыроменьшевистским Естественно Это Давлера Ну и Потом Конечно Россия Была В целом Страна Мягкобуржуазная Крестьянская И поэтому Поддержка Эсеров Она Совершенно Естественна Была Со стороны Крестьян Было бы Странно Если бы Крестьяне Поддерживали Большевиков С их Так сказать Идеями Но Крестьяне Они Были Заинтересованы В земле И Перемен От Прихода К власти Вроде бы Своего Эсеровского Правительства Эсеровского Мышевистского Они не увидели Потому что Землю им Это правительство Давать не спешило Хотя Вроде бы Было и их И вот Тогда В советах Этих Шла Определенная Работа Они Насыщались Большевистски Настроенными Элементами Ну и Как вы Знаете В июле Был Определенный Нарыв Связанный С тем Что Правительство Не выполняло Своих Обещаний Ни По Национализации Промышленности Крупной Ни Про Передачи Земле Крестьянам Ни По Миру А Народ От Войны Устар И Смысла В ней Не видят Возникли Возникли Вооруженные Страхновения Между Большевистски Настроенными Матросами В основном Сардатами И Рабочими И Правительственными Войсками В этих Страхновениях Большевистские Сиры Потерпели Поражение В результате Чего Большевики Ушли В подпольное Поражение И Пребывали Там До самого Корнировского Мятежа Когда Они Оказали Большую Поддержку Керенскому И те же матросы Савроры Кстати Охраняли Керенского Охраняли Зимний Дворец И После этого Уже так сказать Как-то уже Было неудобно Ставить вопрос Об аресте Большевиков Об их Нелегальном Поражении Ну и вот Этот период От Августа До октября 17-го года Это период Бурного Обладения Большевиками Советами То есть Теперь уже В советах Большинство Старо Большевистским И в общем-то Коль скоро Советы Это были Такие органы Власти Где можно было На предприятии Легко решить Вопрос С выдвиженцами Не как сейчас Да Что Раньше Города Там отдавали На три дня На разграбление Завоевателям А сейчас Думу Отдают на четыре года И ты ничего С ними не сделаешь То есть Они тобой Обродили На четыре года И так сказать Хоть игровой Обстенку Бейся А отзыв Депутатов Не предусмотрен А через четыре года Опять они будут Все такие Хорошие Хорошие Как я помню В восемьдесят девятом году Когда Верховный Совет СССР выбирали Мужичонка идет Такой старенький Ну не молодой уже В пальто В шапке С избирательного участка Искренне так чуть не плачет Ребята Какие вы все хорошие Я бы за всех вас Прогрессовал бы Если бы можно было Там всякие Андреевы Саги Там собчаки И так далее Вот Такие все хорошие Ну это естественно Вот К выборам Они опять все станут Хорошими Шелковыми Будут то обещать Такую инициативу Проведут Такую инициативу Проведут И будет все Вот А советы В советах Там все просто Там ты перестал удовлетворять И Ну конечно не так все просто На самом деле Там свои тараканы Но По крайней мере Отзыв резко упрощается Поэтому Советы Полевели Не только Петрограде И Москве Ну и по всей России И На 24 Октября Быр назначен Второй Всероссийский Съезд Советов И Как раз К этому времени Вновь С 24 На 25 Был взят Зимний дворец И Таким образом Эта революция Наша Имеет ту уникальность Что в общем-то Диктатуры Какой-то такой Абсолютный Как было Ну практически И на Кубе В том числе На какой-то Переходный период Здесь не было Здесь сразу же Власть попала В руки И законно избранных Советов Представляющих Абсолютное Большинство Граждан И вот Советы После этого Существования Время Учредительного Собрания Которое По инерции Еще было Избрано Представлялось Ненужным Это учредительное Собрание Было Упразднено А вот Советы Они Стали Руководить И вот Как В общем-то Видится Вот Дальнейшее Развитие Событий Во-первых Как писал Маркс Между капитализмом И коммунизмом Режит Переходный Период И государство Этого Периода Не может быть Ничем иным Как государством Диктатуры Пролетариата Это вот Я почти дословно Повторяю Скова Маркса У нас Переходный Период Когда Закончился Ой Где-то Где-то Значит Что такое Переходный Период Когда Можно сказать Что у нас Кончился Остатки Капитализма Были Изжиты И Наступил Коммунизм В своей Первой фазе То есть Социализм Тогда Когда Была Изжита Частная Собственность На средства Производства И Эксплуатация Можно сказать Что где-то К середине 30-х годов Это было Изжито Частные Непмановские Предприятия Они Практически К тому времени Перестали существовать Хотя Их официально Не разгоняли Но их Задушила Социалистическая Индустрия Задушили Нароги Частные Крестьянские Хозяйства Практически Перестали Существовать Хотя В 55-м году Еще Было У нас По переписи Населения 2% Населения Составляли Составляли Крестьяне Одиналичники И Некооперированные Кустари Вот так Вот Но тем не менее Это были Там Пасечники И так далее С эксплуатацией В целом Было Покончено И вот Переходный Период Кончився Наступил Коммунизм Правда В первой Своей фазе И что Вот какое у нас Должно было быть Быть государство Ну вот На основании этого Хрущев Начал гнуть Такую линию Что вот Диктатура Пролетариата Себя исчерпала И нам нужно Некое Общенародное Государство Но Общенародное Государство Это в общем-то С точки зрения Марксизма Это верес Несусветная Общенарода Никогда Никакого Не было И он будет То ли Вернее Он будет Только лишь При построении Полного Коммунистического Общества Когда исчезнут Красовые Социальные Различия Полностью А пока Они есть Но какой Может быть Общенарод Ну и таким образом Государство У нас Стало государством Буржуазии В становлении Можно так сказать И начался уже Переходный период От 61 До 91 Года Занявший 30 лет То есть Разрушали Государство Социалистическое В два раза Дольше Чем его построили Ну и Чем он Закончился Это понятно Но вот Это Хрущев Сделал Неправильно Скажем так А вот Как правильно Вот как будет Отмирать Государство И В принципе Можно сказать Что государство Оно во многом Уже Отмирало В некоторых Обрастях Скажем Суды Ну вот Люди Старшего Поколения Помнят Какое Количество Было Всяких Судов Общественных И по месту Жительства И по работе Которые Так сказать Выносили там Порицание Этих судов Кстати Их реально Боялись Они только Не могли В тюрьму Упечь Потом Само судебное Дерапроизводство Оно верось Не как Сейчас Судьи Там В судах В районах Часто Один судья У судей Было Два Народных Заседателя Это люди Не обязательно С великим Там Юридическим Образованием Но это люди Просто Имеющие Понятие Справедливости Это Посранцы Предприятия Вот у нас С кафедры Был один человек Парни достойный Народным заседателем Долгое время И решение Принимал Не суд Решение Принимала Вся тройка Это вот Тоже Такой Можно сказать Отход Уже Строго От строго Государственной Машины Дружинники Всякие Оперотрядовцы Комсомольские Это Ничто Иное Как Тоже Сирами Общества Влияние На Правопорядок И кстати Что интересно Там же на югах Вот я познакомился Там очень высокая Концентрация Была Всякого рода Ну людей Примерно Моего возраста Которые Заканчивали Вузы Вот в этот Период Которые Вот в комсомольских Оперотрядах Они Вступали Там В противодействие Со всякими Бандитами Это и в Москве Из МГУ И из Сибири Там были Такие Ну вот Буквально Вот одно и то же Все так сказать То есть Чуть ли там Пытались Что-то вести Такое В 91 92 Годах Ну их конечно Обнулили Тогда Как организации Но тем не менее Вот такое вот Было Вот Это Что касается Ну и скажем В деревнях Там же милиции Почти не было Вот кто помнит Такой фильм Баранискин и Фантомас Там вот этот Один Анискин Со своим мотоциклом На много деревень Ну и практически Так сказать Конечно там Поддерживалось Сирами своих селян Самих селян Правопорядок в целом Ну там какие-то Объявились Так сказать В результате Насмотревшись кино Про Фантомаса Там начали Что-то воровать Ну тут да Тут пришлось Уже этому Подключаться А так вообще говоря Это было Совершенно Нормальное явление Милиции Та была мара Милиция кстати В советские времена Была не вооружена А что касается Населения То до 60-х годов До какого года Я не помню Скажем Меркашки Продавались Совершенно спокойно Из них стреляли Их дарили Подросткам Там в 14-летие Это Ну Меркалиберная винтовка Это в общем-то Оружие Охотничьи ружья Также Совершенно спокойно Ну и в общем-то Мне рассказывали Ни один человек Что в местах Которые были Под немецкой оккупацией Где шли бои Там народ С копанным оружием Там развлекался Практически в открытую И охотился И все такое То есть Был очень оскаблен Контроль за оружием И в общем-то Общество развивалось Во многом само А вооруженные силы Там и так далее Они были в основном Нужны для защиты От врага внешнего И это резко Контрастирует С нынешним временем Когда по количеству Полицейских На тысячу жителей Наша страна Чуть ли не впереди Планеты всей А может даже и впереди Я не знаю Это вот что Значит Ну а все-таки Вот отмирание На чем вот держится Вот это различие Вот где вот тот рубеж Когда После которого Уже можно Действительно Вести речь Об отмирании Государства Значит У нас были Уничтожены Эксплуататорские Классы К середине Тридцатых Годов Но что осталось Остались Социальные Различия Кстати Вот та беда Которой больше всего Боялся Ленин Сталин И большевики Вот в период Революции Это крестьянство Потому что Подавляющее Большинство Населения Страны Это Мягкая буржуазия А мягкая буржуазия У нее так сказать Мозги во многом Нацелены на то Чтобы как бы Мне бы там Тут 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 И еще бы себе Нанять А одного Наймешь Уже хочется Десять нанять А десять Наймешь Уже хочется Там еще нанять А когда я такой Весь из себя богатый Всех нанимаю Мне уже хочется И политического Чего-то такого Там войти Во власть И это в общем-то Была кароссальная Опасность И вот интересно Если возьмете Сталинское Сборник Вопросы ленинизма Который Неоднократно Переиздавался И его вот прочитать Я вот его прочитал Все В хронологическом Порядке И вот видно Что Вначале Он начинается С лекции В Свердловском Университете Двадцать четвертого Года Первые работы Сталина Вообще Очень тревожные Вот он все время Пишет Что враг наш Очень силен Буржуазия Внутри страны Сильнее нас Ну и мер Всегда вот этот НЭП Опирающийся На христианскую Мягко-буржуазную Массу Нам очень трудно Будет победить Там вот это У него такие Тревожные нотки Ну а в конце Тридцатых Он уже так Как-то варяжно Несколько рассуждал Но потом Великая Отечественная война На начальном этапе По башке еще даст Вот Но здесь Вот видно Что на этом Было обращено Внимание И крестьянство Благопоручно Было Преобразовано В кархозное Крестьянство И в общем-то Как-то здесь Никаких проблем С христианством Особенных Как раз и не было А вот кто Все-таки Вот Что называется В конечном итоге Срамах Ребет Социализму Значит Вот интеллигенция Ну это Социальный Срой Да Вроде бы Он с рабочим Красом Не антагонистичен Но У интеллигенции Есть Свои интересы В общем-то Свои интересы Можно сказать Антиобщественные Есть и у Каждого рабочего Можно сказать В какой-то степени Мы как диалектики Тут собрались Да и знаем Что самые сознания Нет ничего ни на земле Ни на небе Что не несло бы себе Своего отрицания Что самые сознательные люди Они где-то вот в чем-то Хоть чуть-чуть Это самое А те У кого почти такого не было Почти полностью обнулены Были негативные тенденции Те как Ленин и Сталин Лежат в мавзолее И к ним ходят покороняться А так в общем-то У всех людей что-то есть Но рабочего Этим антиобщественным проявлением Сложно реализоваться Потому что Ты стачил деталь И несешь ее в АТК А ты коммерит Если ты брак сделал Ну извини дорогой Это как у меня Один знакомый Он клепальщиком Подрабатывал Так там если ты заклепку Там платили сдельно За каждую заклепку Но если ты вычешься темпами И заклепки твои Там будет это Блямкать Шов не сойдется Так тебе эти заклепки Заставят высверливать И по новой делать И еще и зарплаты вычтут Так что поэтому это И само собой Да, не вычтут А их не оплатят просто Заставят высверлить И переделать Так что поэтому Рабочего легко контролировать И рабочие Как правило Они очень добросовестно Относятся к своим обязанностям А вот что касается Интеллигенции То тут уже сложнее Одной стороны Интеллигенция Это конечно Можно сказать Что это мозг нации Но когда Гойки Такое сказал Владимиру Вичу Тот в общем-то Очень возмутирся И назвал интеллигенцию Другим совсем словом И в общем-то Во многом заслуженным И интеллигенция Как еще Райкин В свое время говорил Вот мне говорят Ты должен сделать То-то, то-то А что я должен? А сколько? Я работаю Я творчески работаю И чем более Человек творчески работает Чем дальше он от железа Этот интеллигент Есть там брать Интеллигентов Там приближенных к железу Там мастеров Там технологов Непосредственно заводских Конструкторов даже Там особо не побаруешь А если взять Скажем дальше Там гуманитариев Вот у нас все С Михаилом Васильевичем Дискуссии Я говорю Вот это же дармоеды Все эти были Вот сонмище Сотни тысяч Этих докторов Кандидатов Экономических Там наук Фирософских наук Научных коммунистов Там черти рысого Что? Вот и начинают Мне фамилии называть Он мне фамилии называет Я по сторонам Загибаю пальцы Всегда мне хватало Пальцев на двух руках Чтобы так сказать Фамилии там Сагаров Там Ну Моисеенко Ну и прочее Так сказать Ну и включая даже Относительно Вот современных Которые еще В советские времена Были там Сам Попов Казенов Зоротов Ельмеев Там дорогов Ну это буквально Остальные Остальные они Ну начиная от Марксистскообразной Чепухи Которую они несли В советские времена А сейчас Вообще Вот на Фирософских факультетах Там творится Абсолютно Черт и что Ты можешь говорить Любую чушь Никто не имеет Монополии на истину Поэтому Если тебя зажимают Те кто тебя зажимают Это против Плюрализма Это держи морды Значит зажимать нельзя Творческое мнение И говори любую чушь Если к тебе Хорошее отношение Со стороны начальства Ты будешь и доктором И кем угодно И в общем-то И как угодно Примерно то же самое В общем-то Было и В какой-то степени И в советские времена И было стремление И среди Научно-технической интеллигенции ОКР Например Не любили И сейчас не любят А любили темы То есть темы Это чтобы Чего-то такое Подальше от жизни Побольше разгрогольствований Побольше рассусоливаний Так и легче докторскую Там получить А тут дорога без конца Ты кандидат Потом ты бьешься За то, чтобы тебе Ученое звание Доцента дали Потом докторская Потом за то, чтобы тебе Дали ученое звание Профессора Потом там Член-корреспондент Потом действительно Член Академии наук Там и так далее Это идешь-идешь А торку Никакого нет Ну и сейчас Вот я вижу На примере Вот того же Полетехнического Университета Что здесь Такая вода Такая в общем-то Как выражаются Студенты Про таких Деятелей науки Фейканавты То есть Фейки Они так сказать Там Продятся Со страшной сирой А студентов Вроде бы Все понимают Что если Зарплата Там преподавателя Молодого 8 тысяч Там Профессора Там 25-30 тысяч И молодой Продаватель Что ему сейчас Городать Если он видит Что перспектива У него Стать доктором Профессором За 30 тысяч И понятная идея Как там обстоят Дера с обучением Студентов В массе своей И понятная идея Какая там Трудовая дисциплина Это никому не надо Абсолютно То есть Обучение студентов Реальная наука Такое ощущение Что никому особо Не нужны Важны Перерожение бумаг Но это и сейчас Такая ситуация Дошла уже До крайнего И надо сказать Что пока Вот эта ситуация Не будет переромлена Я как-то скептически Очень оцениваю Перспективы Развития нашей страны Хотя там говорят Что где-то что-то строится Вот Путин Открывал В Нижнем Новгороде Завод новый Ну где-то что-то Да Как-то так делается Во многом точечно Ну вот может Я там не в той отрасли Работаю Не на том месте Но вот тем не менее Я вот такого Не наблюдаю К сожалению Берутся импортные станки На них Ну можно там И импортную линию купить Пообучить персонально Не поставить работать А как так сказать Дальше Хотя есть и тенденции Некие позитивные Ну а как вот И вот без преодоления То есть А получается Что такие вот Представители интеллигенции Особенно если они еще Попадают во власть Становятся руководящими Работниками То это конечно Паразиты На шее рабочего краса Если мы знаем Что эксплуатация Это систематическое Присвоение чужого труда Так говорят Что вот Социализм Это не эксплуататорское Общество Но если человек Так сказать Общественно полезного Продукта не выдает А кушает Каждый день А еще зачастую Почему-то Те кто Никакого общественно полезного Продукта не выдают Они зачастую Очень хорошо кушают И ездят на дорогих машинах И в советские времена Это было И почему-то Квартира у них Довольно приличная И мебель у них Приличная И все они Так сказать В себя это тянут А давать не да Значит они Присваивают Труд Рабочих И эксплуатируют Этих рабочих То есть И здесь как бы Но это как бы Так оно еще Не узаконено Поэтому вот говорим Что с 61 по 91 год Когда была отменена Диктатура пролетариата То это В мире Все вот шло И вот только В 91 году Окончательно перевернулось И совершилась Реставрация капитализма Хотя конечно И в конце 80-х Уже эксплуатация Кооператоры Все эти квази-кооператоры Которые по сути Частные собственники Были малые государственные предприятия Да и частные уже Практические конторы Практически откровенно Имели место быть Вот Ну это вот Перекувырнулось А вот как все-таки Сделать так Чтоб не перекувырнулось Вот говорят Сталин Наплодил бюрократию Но Сталин Он никак не Наплодил бюрократию Потому что Удельный вес Руководящих работников По отношению К населению Он снижался В сталинские годы До середины 50-х Годов Это первое И второе Это Подъем Развития Трудящихся А подъем Развития Был очень сильный Еще так сказать В начале 30-х годов Политехники Еще дореволюционные Они с тоской Взирали на племя Так сказать Пошедшее массово В политехнический институт Вот И конечно Уровень подготовки Этого племени Молодого незнакомого Был очень низок И это Контрастировало С царским Политехническим институтом Где был конкурс 1 к 15 По золотым медалистам То есть Без золотой медали Там и думать было нечего А вот Такой вот Был конкурс Но эти вот Политехники Первой ворны Они Ну мало кто из них Чем-то прославился У меня вот Имя авиаконструктора Поликарпова Больше никого Так особо Припомнить и не могу А вот эти вот Хлопцы Которые пришли В политех В 30-е годы Они В 50-е В 40-е В 50-е В 60-е Сделали славу Политеху Как одного Из мировых Центров Образования И науки В том числе Оборонных Отраслей И они В общем-то И вывели Нашу страну На третье место По уровню развития Системы образования А это Формально А неформально В общем-то Многие признают Что советская Система образования В 50-е 60-е 70-е До 80-е Годы Была лучшей В мире То есть Вот эта грамотность У людей Появилась Была возможность Пройти заочное Образование Получить Вечернее Образование В том числе Для рабочих Но Чего не хватало Не хватало Свободного Времени И вот Путь к коммунизму Путь к коммунизму Это сокращение Рабочего времени Восьмичасовой Рабочий день Это требование Актуальное На вторую Половину 19-го века Тогда Как мы знаем И вот Первое мая С 1886 года Празднуется Когда расстреляли Демонстрацию Рабочих Ратующих За восьмичасовой Рабочий день Но с тех пор Много воды Утекло И конечно Сейчас Восьмичасовой Рабочий день Недопустим И чтобы люди Свободно развивались Необходимо думать О снижении Рабочего дня Как минимум До шести часов А вообще Говоря Вот коммунизм Когда вот Отомлет демократия Там будут советы Как вот выразился Михаил Васильевич Коммунизм наступит Тогда Когда Каждый человек Будет конечно Тратить Какое-то время Общественно Необходимое На какой-то Производительный труд Не будет Во-первых Не будет людей Освобожденных От этого Производительного труда Занимающихся Там только Умственным трудом И вот в этом И произойдет Преодоление Различий Между людьми умственными И людьми физического труда Такого не бывает Чтобы один только думал Там И палец за пальцем Не ударил А другой Там ему Хлеб там обеспечивал Все-все-все Такого не будет Значит И вот Люди Сейчас так сказать А человек В общем-то Судят по профессии Во многом Как он деньги зарабатывает Чем он деньги зарабатывает Если человек Скажем Работает токарем Но хорошо поет То через какое-то время Он станет Профессиональным певцом Это понятно Вот Будет там деньги зарабатывать А вот тут Так сказать Когда по человеку По его общественному Неоплодимому вкладу Нельзя будет сказать Кто он Ну он там Два часа в день Там грубо говоря Там чего-то там развозит Или там чего-то делает А потом он пошел Там и занимается Тем, чем ему интересно И вот в этой области Он самовыражается И он вот в этой области Он собственно И есть тот О ком это говорят Вот когда такое установится Там можно будет говорить Что мы перешли К коммунизму И уже так сказать Государство В таких условиях Будет не нужно И все вопросы Будут решаться На основе Самоуправления людей И отомрет Государство И отомрет Соответственно Демократия Как форму Государственного устройства Вот Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok